В Люберцах прошла экологическая акция «Школа утилизации электроника». Инициатором проекта выступает Министерство экологии и природопользования Московской области. Дважды в год жители городского округа сдают на вторичную переработку бытовую технику и приборы, которые утратили работоспособность. Почему важно это делать, расскажем в следующем сюжете. Отслужившая свое стиральная машина, старый телевизор и даже кассетные магнитофоны. В это сложно поверить, но нерабочая техника еще может принести много пользы. Именно поэтому она не в мусорных контейнерах, а здесь, на пункте сбора вторсырья, организованного в рамках экологического проекта «Школа утилизации электроника». Эта техника отправляется на пункты переработки, она перерабатывается во вторичное сырье, и не попадая на полигоны, таким образом предотвращает загрязнение нашей окружающей среды. Чтобы не быть голословными, организаторы акции провели мастер-класс. Детям показали, какие предметы можно сделать из собранного вторсырья, и какие полезные элементы и детали извлечь из них. Одним словом, дать старой технике вторую жизнь. У нас есть игровые задания с карточками, мы будем смотреть образцы переработки, а также мы в конце сделаем динамик и поговорим с детьми о редкоземельных металлах. Их очень мало, они очень нам нужны для техники, потому что техника без них просто работать не будет. С 1 января 2021 года полигоны ТКО прекратили прием электронного и электрического оборудования. С помощью таких проектов, как «Школа утилизации электроника», экологи привлекают внимание людей к бережному использованию природных ресурсов. Очень радует тот факт, что наш городской округ, он не первый год занимает лидирующие позиции. За это огромное спасибо экологической службе, администрации нашего округа. В 2020 году в Люберцах собрали более 31 тонны электроники. Муниципалитет занял первое место в номинации «Популяризация раздельного сбора электронных отходов». А по итогам прошлого года округ получил награду «Лидер в сфере экопросвещения». Луиса Игязарян, Сергей Гвоздев, телеканал ЛРТ.